Всем привет! Это канал GoodLookBlog и сегодня у нас на обзоре довольно-таки неплохие ботиночки от Hougaboss. Ну что, давайте посмотрим на них. Вот такие вот ботинки. На первый взгляд, да может быть даже и не на первый, выглядят они очень достойно. Так можно сказать взрослая обувь. Если честно, мне иногда очень сильно нравится одеваться в таком стиле. Посмотрим немножко поближе по качеству. Швы все сделаны на высшем уровне. Не докопаться, это уж точно. Логотипов на этих ботинках немного. Сбоку, с внешней стороны и снизу на подошве. Кстати, на самой подошве написано, что это настоящий каучук. Но в самом деле подошва довольно-таки твердая. Хотелось бы немножечко ее помягче. По материалам это настоящая стопроцентная крутейшая замша. То есть это не обычный какой-то дешевенький спилок. Это хорошая замша. Внутри у нас тоже хорошая качественная кожа, причем разных таких фактур, оттенков. Если посмотрим глубже, то там использован текстиль, но он тоже довольно-таки качественно выглядит. На внутренней стороне язычка указан размер, из чего сделан ботинок и где он произведен. А произведен он в Китае. Многие сейчас скажут, уа, там в Китае произведено, качество плохое. Если честно, я никогда не понимал этих опасений. Ведь действительно в крутых компаниях все производится под жестким контролем, по жестким стандартам качества. Также недавно у меня был обзор на плащ от Хугабосса. Так вот там страна производства была Украина. Но что ботинки, собранные в Китае или плащ, собранный на Украине, разницы особой нету. В этот раз, на удивление, мне подошел 45-й европейский размер. Это Юс 12. И это действительно странно, потому что 90% обуви от Хугабосса даже 13-го размера мне малы. Стелька тут не вынимается, поэтому померить можно только так. Подошва получается практически 32 сантиметра. Взял эти ботинки как минимум год назад в Берлине, если не ошибаюсь, на Фридрихштрассе. Причем одевал я их всего лишь один раз. Как-то не было повода. Изначально они стоили 219 евро, но я их взял практически с 50% скидкой. На наши деньги вышло что-то около 7-8 тысяч. Причем покупал я их не в дисконте, а в обычном магазине. И на удивление, я видел такие же у нас в бутике Босса на Большом проспекте Петроградской страны. С ценником чуть ли не больше, чем в два раза. Причем сейчас этот бутик превратился из монобрендового Хугабосса в какой-то мультибрендовый такой типичный магазин. Потому что компания Хугабосс начала вести жесткую политику в отношении своих франшиз. И сами стали продвигать свой бренд на российском рынке. Кстати, а как вы думаете, для таких ботинок и для такого бренда это дорого или нет? Напишите, интересно будет почитать ваши комментарии. Лично я думаю, что для такой марки цена невелика, так как у нас легко можно встретить ботинки от Томми Хилфигера тысяч так за 20. Хотя о чем это я? У нас и обувь от марки Геокс. Например, в галерее тысяч по 20 за пару продают и нормально. Я считаю, что ботинки классные. Да и марка одежды в принципе в целом тоже классная. Кстати, сейчас данный бренд одежды в Санкт-Петербурге можно купить в монобутике Хугабосс в торгово-развлекательном центре галерея и в дисконт Хугабосс в утлете Пулково Виллэдж. Также в небольшом количестве данная марка представлена в универмагах ДЛТ и Стокман. А теперь предлагаю примерить эти ботинки. Вот так эти ботиночки от Хугабосс выглядят на мне. Я считаю, очень даже неплохо. Кстати, рубашка тоже от этого бренда. Ссылка на ее обзор появится в верхнем правом углу. По удобству скажу так, это конечно не Найки с его воздушными баллонами или Адидас с его бустом. Но тем не менее, это очень даже комфортная обувь. Я думаю, в таких ботинках легко можно провести целый день и особо не устать. А это был канал GoodLookBlog. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем удачи и пока!